Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за Ювентус. Остается буквально несколько выпусков до конца сезона, во-первых, ну и скоро уже и чемпионат мира. Итак, сегодня у нас два интересных матча, мне кажется. Это матч против Ромы и матч против Интера. В матче против Ромы мы сыграем, наверное, все-таки вторым составом, потому что первый у нас немножко устал, дадим им время отдохнуть. Ну что же, без лишних слов, сразу начинаем матч против Ромы. Гостевой. Поехали. Итак, вот он, главная звезда Ромы, Раджанейн Галан. Сегодня в стартовом составе. Ну и посмотрим, сбавит ли обороты Ювентус, зная уже, что они чемпионы и будут ли играть немножко от обороны. Сегодня мы это все узнаем. Итак, Ювентус начинает. Поехали. Коноплянка хорошо здесь убирает Раджанейн Галана. Коноплянка делает хороший дальний заброс на Федерико Бернардески тот. И 1-0. Седьмая минута и уже Федерико Бернардески забивает. Показывает он на свою фамилию. Потому что он действительно ключевой игрок, как и Ювентусу, так и, скорее всего, станет и ключевым игроком сборной Италии на чемпионате мира. Будем на это мы надеяться. Ну и так вот хороший вот гол левой ногой. Уже 12-й, кстати, в этом сезоне. Георги Джике. И Манджукич забивает голевая от Георги Джики. И неплохо здесь разыграли. Хорошо сыграли. После вбрасывание. Где Джики еще и на Нгалан убирает. Левая нога для навеса. И все. Просто перекидывает вратаря. Ну и, скорее всего, Крещан Роналду уже просто не догонит Марио Манджукича. Потому что там осталось два матча. Но для первого состава будет всего лишь один. И это матч против Интера. Счет так и не изменился после первого тайма. 2-0. Забил Бернардеский и Марио Манджукич. Но, между прочим, Алисон настоял насухо против своей бывшей команды. Неплохо сыграла оборона. В концовке, естественно, тайма нас поджимала Рома. Но мы смогли все-таки с этим справиться. Ну и теперь у нас уже матч против Интера. Нужна нам тренировочка. И вот Динченко уже 77-й. Это очень хорошо. Ну и вот. Интер идет сейчас на четвертой строчке. Но они уже не борются за вторую. Поэтому они будут бороться за бронзовые медали против Милана. Вот оно, миланское дерби такое идет сейчас. Поэтому, тем более, еще один матч в запасе у Интера. Так, две пресс-конференции. Ну что же. Снова гостевой матч. Ну теперь уже мы на Сан-Сиро приедем. Ну что же, поехали. Остается 7 мячей Роналду. Нужно забить за этот матч. Потому что Роналду больше не будет шансов сыграть в чемпионате Италии. Потому что у нас там будет следующий матч. Если не ошибаюсь. Сейчас мы даже это посмотрим. Да, против Хелла Сверона. Это будет последний тур чемпионата Италии. Ну а дальше уже вот финал против Мадридского Реала. В следующем выпуске уже финал Лиги Чемпионов. Ну и дальше уже начнется чемпионат мира. Ну что же. Снова у нас гостевой матч. Поехали. Ну что же. Вот он Мауру Икарди. Звезда Интера. Который будет бороться сегодня за победу. Так как Интеру нужна победа. И нужны скорее всего в последних двух турах именно победы. И надежда на то, что Милан будет проигрывать. Иначе не видать даже никакой медали Интеру. А Милан будет бороться за бронзу. Но Сансиро принимает сегодня не Милан, а Интер против Ювентуса. Ну что же. Поехали. На Роналду здесь Тулас Коста отыгрывает. И вот здесь вот Роналду находит Бейла. И Дебала. Все надеялись на удар Дугласа Косты. Но он немножко повалился. И мяч прямо на ногу Дебали. Хоть и правый, и не рабочий. Но все-таки все равно. Удар получился очень хорошим и пушечным. Посмотрите. Здесь навесик. Рикошет от Миранды, между прочим. Там Дуглас Косты хотел через себя пробивать. Но правой ногой прямо в упор к Хондановичу. Но просто обескуражил вратаря. Палу Дебала уже на 13-й минуте открывает счет. А Ювентус некуда торопиться. Они уже ведут. Правда минимально. И вот он Иван Перешич. И это 1-1. Забивает хорватский полузащитник. Такая ведь именно Перешич в начале чемпионата был лидером по бомбардирской гонке. Уже потом его обогнал как Крещано Роналду, так и Марио Манзукич. Удар хороший. Здесь снова это вот скидочка от нашего защитника. Гол мы забили со скидки Миранды. Но здесь вот, если не ошибаюсь, это Бенатия скинул. Ну и прямо в девятку. И вот здесь вот Роналду. Это все-таки 2-1. 83-я минута. Крещано Роналду забивает, наверное, все-таки уже победный гол. Важный матч. Важный гол у португальцев. Здесь вот очень хорошо он убрал. Убрал и Рафиню на финте. И вот так вот. Немножко похоже гол на Ивана Перешича. Не такой мощный, но с хорошей подкруткой забивает Крещано Роналду. Финальный свисток. Проигрывает минимально Интер у себя дома. Но матч все-таки держал напряжение до самой последней минуты. Благодаря голу Крещано Роналду. Ювентус выигрывает этот матч. Ну и так же, друзья, мы можем для себя такую задачу снова поставить. Мы выполнили задачу. Мы забили 100 мячей за сезон. Сейчас их уже 110. Но если мы следующую игру выигрываем против Хелосферона, мы можем получить 100 очко в чемпионате Италии в самом последнем туре. Но это, мне кажется, будет приятно и красиво смотреться. Ну и сами фидеры хочут все-таки уже играть. Ну что же, друзья. В следующем выпуске у нас игра против Хелосфероны. И финал в Лиге чемпионов против Мадридского Реала. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok